Всех приветствую! Меня зовут Екатерина Андросова и я веду занятия в клубе Улум.ру на сайте asanaonline.ru. Мы продолжаем с вами разговаривать про ханамонасану и осваивать это упражнение. Ханамонасана – это продольный шпагат. На прошлом занятии мы выполняли с вами начальные упражнения, которые помогли нам подготовить наше тело к этому упражнению – ханамонасане. Мы прорабатывали переднюю поверхность бедра, ноги, которая уходит назад в шпагате, и заднюю поверхность бедра, и подколенные сухожилия, ноги, которые уходят вперед. Если вы не успели посмотреть это видео или не смогли сделать это домашнее задание на прошлой неделе, пожалуйста, вернитесь к этому видео и постарайтесь выполнить в течение нескольких дней его. Только потом переходите к этому видео. Сегодня нам понадобится с вами два помощника. Это подушка или плед, и также кирпичи или какие-то блоки. Мы устанавливаем блоки с двух сторон от себя. Выдвигаем одну ногу вперед, одну ногу уводим назад. Начинаем с подготовительного упражнения, которое мы выполняли с вами в нашем прошлом видео. Упираемся в кирпичи, руки прямые, и стараемся таз продавливать вниз. Левую ногу уводим дальше вперед. Из этого положения левую ногу мы стараемся увести дальше, но при этом не убираем опору с кирпичей. Стараемся продавливать таз, немного пружинить. Далее выпрямляем левую ногу. Колено правой ноги у нас пока на полу. И носок подтягиваем на себя несколько раз, опора идет все равно в кирпичи. Следующее движение мы выпрямляем заднюю ногу и держимся на кирпичах. Вот в этом упражнении мы уже держим фиксацию с вами 30 секунд или 60, в зависимости от вашего самочувствия. Если вы можете опуститься ниже, вы опускаетесь ниже, но держите обе ноги прямые и старайтесь правым тазобедренным уходить также вниз, продавливать таз. Если опустились достаточно низко, вы можете опустить кирпичи в такой вариант и опуститься ниже. После этого упражнения вы обязательно выполняете компенсацию. Для компенсации хорошо выполнить положение голубя. Выполняется оно таким образом, но если пока не получается выполнить полный вариант, здесь тоже помогут кирпичи. Вы располагаете кирпичи с двух сторон от себя и приподнимаетесь вверх. Если этого мало, то кирпичи ставите вертикально и приподнимаетесь еще выше. Важно, чтобы в этом положении таз у вас оказался параллелен относительно пола. Компенсацию держите такое же время, которое держали подготовку к шпагату. Пожалуйста, попробуйте в течение следующей недели выполнять это упражнение обязательно с компенсацией на первую и вторую сторону. И также подключайте дыхание во время удержания подготовки к шпагату. Пробуйте создавать такую визуализацию. Вы делаете глубокий вдох, а с выдохом ноги толкаете дальше от себя. Старайтесь растягивать коврик. Возможно, такая визуализация поможет вам еще глубже уйти в ханамонасану продольный шпагат. И в следующем домашнем задании, в следующем видео, я расскажу вам о том, как уже выполнять ханамонасану продольный шпагат, когда ноги подготовлены, и как сделать какие-то вариации усложнений, если вы хотите сделать ваш шпагат верным, корректным, безошибочным и нетравмоопасным. Благодарю вас за внимание и буду рада встрече на занятиях на сайте asanaonline.ru Субтитры создавал DimaTorzok